пам-пам всем привет дорогие друзья сегодня мы будем рисовать санэми столпа ветра как всегда рисунок мы начинаем с глаз потому что ориентироваться так куда легче рисуем вот такой вот миндаль скажем так или листочек вы можете назвать как хотите рисуем его добавляем детали важны самое главное в глазах это детали глаз это детализированный миндаль вы должны это знать и рисуем сразу же деталь 2 класса расстояние между ними не один глаз расстояние между куда меньше но в обычной анатомии человека вы должны знать что расстояние между глазами один сантиметр один глаз это анатомически правильно должно быть но в клинке у нас анатомия так не работает чем старше чем взрослее персонаж тем дальше у них расстояние глаз скажем так тем моложе персонаж тем ближе глаза находится санэми если не ошибаюсь 19 лет он один из взрослых персонажей хотя 19 это вообще не взрослый человек и добавляем такие вот ширину глаза потому что такая вот характеристика у клинка в клинке у нас именно глаза имеют большой размер лайнера нежели другие детали волосы имеют такие вот детали в виде больших линий но такой вот эти моменты остальные детали нарисованы весьма маленьким лайнером с маленьким размером лайнера это характерно клинку например народу такой особенности у нас нет до глаза немножко больше большим лайнер нарисована не надо столько и добавляем такие вот две черточки так так сверху и снизу делаем такую розу скажем так похоже на лепесток розы и дорисовываем морщины усынами их очень много что очень не характерно мне кажется в будущем с нами будут очень персонажем и любимчиком скажем так многие сейчас любят киу конечно же но мне кажется нами в будущем будет какие-то очень нравится это как всем нравится какаши начали но потом появилась и тачи и все полюбили дачи это вот примерно такая ситуация будет на что предсторию с нами очень классные вы будете знать про это все и вот вы полюбите вот это конечно то что она сделалась на звукой многими понравилось но все же до расстояние глаз равен там тум сантиметром это тоже до сантиметра и расстояние между ними 1 и 3 миллиметра вот так вот так вот расстояние вы должны соблюдать если было два расстояния между ними в глаз то был 222 да ну тут это не так хорошо и теперь рисуем нос нос находится близко к глазам это тоже характерная рисовка клинка то что в основном в аниме чем взрослее персонаж тем ниже нос но в клинке это так не работает нос тут ничего такого не решает вы увидели сколько сантиметров там примерно 1 и 2 уйдем выше чтобы нарисовать ему рот и челюсти волосы разные другие детали он улыбается вот тут вот с тыльной стороны глаза с ручка мы нарисуем вот такую вот улыбку в виде птички мне кажется в детстве так рисовали птичку вот так вот мы и тут рисуем птичку орла это орел перкут 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 на проблемы с ударением чтобы делать и добавим стали очень похожи на беркута и потом добавляем стали в виде зубов а у зубами в аниме рисуем только одна линия по центру все легко и просто да вот сразу понятно что это зубы отлично теперь переходим к подбородку да как же без нижней губы нельзя без нее рисовать перейдем к подбородку подбородок у нас вот такая . ниже губы прямо по центру ставим расстояние между зубами между носом и вот эти вот . два с половиной сантиметра если с глазами то 35 миллиметров но я не знаю зачем я дала этого информацию которая с глазами она формально не нужна хорошо теперь около глаз мы ставим точки с точки немножко ниже почему потому что там будут волосы хорошо теперь просто рисуем и и у нас вендетта все это знают кто будет спорит умрет от рук вендетта конечно же будет месть но мне кажется моя с моей зрители не знают кто вендетта потому что смотрели фильм а фильм ведь старый но будете ждать в будущем через десять лет наверно сделают ремейк ремейки делают ремейк ремейк блинка ремейк силу тогда вы сможете посмотреть то что сейчас ремейки делают очень популярно вы это знаете и теперь около рта мы ставим точки рот и глаз вот вот в это пространство мы ставим точки и соединяем эти точки с вот эти вот верхними линиями с помощью прямой линии просто вот эти две точки соединяем одной прямой это геометрия уже мне кажется мои зрители не особо учат геометрию сейчас но геометрия полезна и рисование формально так как математикам сделать может каждый если хорошо знают геометрию или наоборот человек который хороший суд очень хорошо разбирается в геометрии вот когда тоже может быть но нет это не гарантированно он умеет хорошо рисовать но мало вероятно что он будет терема с этим я не могу поспорить я очень хорошо разбираться геометрии потому что имел рисовать надеюсь что другие мои зрители тоже смогут взять теперь рисуем полосы есть один такой лоб который спускается сверху вниз я сейчас только что понял что я не измерил расстояние между вот вот лбом я не измерил лоб но сейчас могу примерно сказать что лоб равен трем сантиметрам лоб но лоб на равен примерно 3 сантиметрам это максимум 2 и 2 и 2 и 7 минимальное расстояние между лобом и глазами вверх 10 класса и дорисуем вторую часть локона тоже тоже идет в правой стороне уже таким вот образом хорошо отлично дорисовываем дальше и потом что мы делаем потом мы дорисуем ему одежду потом нарисуем ему все оставшиеся волосы а шрам я оставил так на конец потому что я хотел увидеть как будет выглядеть санэми без шрамов и знаете мне понравилось он очень красивый без шрамов и я решил взять в превью санэми без шрамов потому что мне понравилось он без шрамов или откуда конец выroom как злодей психопат но он есть психопат плем breed 100 его против к психопату он сам психопат есть честно не особо понравилось ну как понравилась я не понял когда вот говорили что он братишка со нами я думаю кто такой сами мне кажется всегда такой вопрос когда вы смотрели клинок когда говорят черноволосые братишка с chantemi а кто такой сянэми такой стички кто такой санами а потом выяснить что санами это ну вот нужно было сделать флэшпэк типа в глазах ухтан чаро сделать флэшпэк что вот этот дурак который хотел убить на звуках есть санами то что начали тестирование понимаешь всех столбов так называют но кто и кто ты не запоминаешь это трудные имена японские непонятные мы русские снгшные люди для нас это вообще как бы так сказать очень трудными на теперь рисуем волосы волосы у нас не влезли к сожалению но я немножко нашел вывод так что да я всегда рисую волосы с шеей потому что ориентироваться так легче сделать этот кружок который необходим для рисования волос сделать очень легко с помощью такого способа не определять сверху какую точку и рисовать с неё и ошибиться в конечном итоге а вот такой рисовать по кругу рука твоя твоя рука вот это запястье является центром а все остальное это просто круг крутишь с помощью такого вы сможете рисовать весьма легко я такой сейчас это понял что я так рисую вот не влезла и такой думал блин не влезла ты еще и внизу оставил вместо ужас нужно было просто нарисовать глаза ниже дурак стану ведь тоже самой ситуации получилось и вот я решил успокоиться и нарисовать вторую часть лица вылезла волос видите кого красавчик вообще без шрамов вообще душка милейшая личность еще просто красавчик теперь я взял вот так вот бумажку это рисовал хашера не получилось так и вот так вот рисую я думал что вам не видно потому что мне было видно и я и начала такой рисовать что я думал что вам не видно ну так тоже неплохо и дорисовываем дальше расстояние между волосами и лбом скажем так очень большое в санэме верхних сетях вы можете заметить там около пяти это не пяти даже учитывая что там 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 около 6 7 сантиметров самый пиковая точка должна быть 9 сантиметров возможно даже и в санэме это не особо важно это не особо заметно если вы возьмете больше это не будет заметно если возьмете меньше это будет заметно так что перейти немножко больше чем если вы не уверены в расстоянии возьмите немножко больше вот так вот вы виду нас красавчик санэме без шрамов я считаю что вообще отлично выглядит вообще великолепно и теперь рисуем шрамы и красовать не особо трудно мне кажется такие вот детали детали линии 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 и то же самое сверху столб ветра самый один из самых сильнейших находится в топе у меня на втором месте мы считаем что он весьма может признать потому что у него ускоренная регенерация у него в регенерации быстрее чем у обычных людей какой выбрать это тоже есть своя способность, которая тоже весьма мощная, скажем так. Его стиль ветра весьма хороший. Так что всем удачи, всем пока, до скорых встреч. Bye-bye.